В начале октября этого года с 1 по 7 октября орбитальные аппараты ExoMars и Mars Express наблюдали редчайшее явление – прохождение межзвездной кометы 3i Atlas. Кстати, это первый объект, который удалось зарегистрировать столь близко к Марсу. Минимальная дистанция между кометой и орбитами исследовательских аппаратов составила около 30 миллионов километров. По космическим меркам расстояние значительное, но в контексте межзвездных путешественников это почти касание. А еще в этом выпуске мы узнаем, что вышло из попыток поймать объект другими марсоходами. Хорошо не стану мучить вас долгим вступлением, а перейдем сразу к делу. Итак, аппарат ExoMars, работающий на орбите Марса с 2016 года, оснащен камерой высокого разрешения CASES, предназначенной главным образом для съемки поверхности планеты и атмосферных явлений. Комета 3i Atlas оказалась чрезвычайно слабой целью. По оценкам специалистов, она в десятки тысяч раз тусклее объектов, которые обычно фиксирует камера. Чтобы получить изображение, операторы миссии изменили параметры наблюдения, увеличив время экспозиции до 5 секунд и проведя серию из нескольких десятков снимков, которые затем были обработаны и объединены. Результатом стала едва различимая беловатая точка на фоне космического мрака. Однако за этой точкой скрывалось нечто большее. Вокруг ядра можно было различить слабоориольное свечение, кому, газопылевую оболочку, возникающую при испарении летучих веществ под действием солнечного излучения. Кома, растянувшаяся на несколько тысяч километров, дала возможность подтвердить активность объекта. Но при этом исследователи отмечают, что края газовой оболочки почти теряются в шуме снимка, а хвост пока не проявился. Видимо из-за малой освещенности и расстояния до солнца на момент наблюдения. Некоторые специалисты, впрочем, обращают внимание на то, что отсутствие выраженного хвоста, даже при первых признаках активности, может указывать на необычные физические свойства тела. Часть исследователей допускает, что объект может иметь крайне плотную структуру и беден летучими веществами, поэтому не образуют полноценного хвоста при нагревании. Другие, более скептически настроенные аналитики, обращают внимание на аномально устойчивую яркость 3i Atlas и ее необычно отражательное поведение, предполагая возможность присутствия металлических или композитных поверхностей. Именно из этих особенностей в популярных обсуждениях возникла гипотеза о искусственном происхождении тела, будто бы это не природная комета, а техногенная межзвездный объект. А это безумно интересно. Приводимые аргументы сторонников этой версии сводятся к нескольким пунктам. Траектория 3i Atlas лишь незначительно отклонилась под действием солнечного ветра, что некоторые интерпретируют как наличие активной стабилизации. Отражение света оказалось более равномерным, чем у типичных пылевых ком, что допускает предположение о гладкой поверхности. Наконец, спектр видимого излучения в отдельных наблюдениях. По их данным, не демонстрировал характерных линий водяного пара и углекислоты. Однако большинство планетологов и специалистов по динамике малых тел подчеркивают, что эти наблюдения можно объяснить естественными процессами. Комета могла потерять значительную часть летучих веществ еще до входа в Солнечную систему, а оставшаяся поверхность покрылась коркой пыли и микрометеоритного стекла, что придало ей повышенное альбедо и устойчивость к испарению. Незначительное влияние солнечного давления на траекторию объясняется большой массой и низкой парусностью тела. Таким образом, при всей необычности объекта, его поведение не выходит за рамки допустимого для природных комет межзвездного происхождения. Но не стоит терять надежду. В сопоставлении с зондом Экзомарс, второй марсианский арбитр Марс Экспресс в этот период также пытался зафиксировать межзвездного гостя. Однако результаты оказались менее очевидными. Камера аппарата имела короче экспозицию, всего полсекунды, и полученные кадры пока не выявили уверенного сигнала от кометы. Исследователи намерены сложить серию снимков, чтобы вытянуть слабое свечение и подтвердить присутствие объекта. Параллельно велись наблюдения с использованием спектрометров Омега, Спикам и Номат, которые предназначены для анализа состава атмосферы Марса. Но при удачном стечении обстоятельств способны зарегистрировать спектр отраженного света от кометы. Пока не ясно, достаточно ли яркости объекта, чтобы выделить спектральные линии. Однако сама попытка показала, насколько гибко можно применять уже действующие приборы к непредвиденным целям. Интересным штрихом к этой истории, как вы знаете, стала короткая серия снимков, полученных с поверхности марсохода Perseverance, о которых мы говорили в предыдущем выпуске. На одном из кадров кометы, запечатленная как продолговатый светлый след, напомнила цилиндр, что вызвало оживленное обсуждение в научных и медийных кругах. Однако последующий анализ показал, что так называемая цилиндрическая форма была результатом оптического эффекта. А это грустно. Этот случай напомнил о том, насколько сложна интерпретация наблюдений, даже при наличии современных технологий, и насколько важно учитывать физические условия среды. К слову, марсоход Curiosity не смог сфотографировать 3i Atlas из-за слишком слабой яркости кометы, ограниченного угла обзора с поверхности, а также технических ограничений камер, рассчитанных преимущественно на изучение марсианской поверхности и атмосферных явлений. Но ругать мы его за это, конечно, не будем. Попытки других же марсианских миссий присоединиться к наблюдению также заслуживают внимания. Например, китайский орбитер и марсоход Джунжун, хотя и не располагает специализированной аппаратурой для астрономических наблюдений, передали телеметрические данные о состоянии атмосферы и яркости неба в период пролета кометы. Эти сведения могут помочь при уточнении условий съемки с орбиты. Индийская программа Мангальян-2, находящаяся в стадии подготовки, не принимала прямого участия в наблюдениях, но индийские астрономы синхронизировали наземные телескопы с орбитальными измерениями НАСА, что позволило получить дополнительные точки для уточнения траектории 3i Atlas. Южноафриканские обсерватории, в частности радиотелескопы комплекса МИРКАТ, также вели поиск Шоной. Наконец, наблюдение объекта тесно связано с подготовкой новой европейской миссии комета Перехватчик, запуск которой запланирован на 2029 год. Этот аппарат будет выведен на орбиту Лагранжа-Л2, где сможет ожидать появления подходящей кометы, возможно, даже межзвездной. И, в отличие от орбитальных зондов на Марсе, будет иметь возможность быстро изменить орбиту и направиться к объекту для близкого пролета. А это уже впечатляет, не правда ли? Да, опыт, полученный при съемке 3i Atlas, поможет определить оптимальные параметры наблюдения, требования к чувствительности камер и стратегии навигации при встрече с телами, движущимся по непредсказуемым траекториям. С научной точки зрения, значение этой работы выходит далеко за рамки одного наблюдения. Каждый межзвездный объект несет информацию о физико-химических процессах, происходящих в иных планетных системах. Изучая их, исследователи получают возможность сопоставить состав вещества, из которого формировалась наша Солнечная система, с материалом других звездных окрестностей. Даже фрагментарные данные о газополевой оболочке или спектре отраженного света позволяют уточнить модели звездного дрейфа и процессы, приводящие к выбросу тел из протопланетных дисков. Комета 3i Atlas в этом смысле посол из другого мира, несящий в себе древнюю пыль межзвездных эпох. Или рой захватчиков, тут уж кому как удобней. В любом случае, заглядывайте ко мне на Бустя, там я стараюсь публиковать все версии событий и анализ последних новостей, в том числе и по этой теме. Спасибо, если вы это уже сделали, ссылки будут в описании. А мы с вами отправляемся дальше, исследовать уголки Вселенной. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok